привет в эфире наталья тен я и моя гостья самаркандском центре плова у нас на обед плов вы же видели тот выпуск где я показывала как выглядит самаркандский плов и сейчас я вам представлю совершенно с удивительной красивый невероятной девушкой с которой мы тоже давно дружим хотя мы другом на вы про это отдельная история потому что узбеков действительно тех кого они уважают они называют на вы и никак через это не переступить потому что для нас для россиян когда мы переходим на ты это наоборот ну как бы сближение то есть это вот значит ты с этим человеком близко знаком раз ты с ним на ты у них наоборот то есть если вам пикают это вот как раз не до тех кого они уважают они называют только на вы поэтому у меня есть такие друзья в ташкенте с которыми я над и они со мной на вы есть те с которыми вот как своих он только на вы есть те с которыми только на ты но они уже такие подстраиваются под меня так вот я хочу вам представить. Это Райхон, наш самый любимый гид Самарканда. Спасибо. Настоящая женщина, настоящая дочь своего города, любящая свой город всем сердцем. Все гости, которым довелось познакомиться с Самаркандом, с Райхон, все от нее в полнейшем восторге. Нам благодарность так и пишут. Девчонки, спасибо вам за Райхон. Вы сейчас убедитесь, в нее не влюбиться невозможно. Я ее обожаю. И она у меня первая в списке, потому что мы работаем не только с Райхон. В Самарканде есть еще тоже замечательные профессиональные гиды. И гостей у нас много. Райхон на всех не хватает. Она одна. Но она у меня всегда в списке номер один. Если я веду группу, мне Райхон. Не Райхон? Мне Райхон. Мне говорят, Райхон занята. Мне Райхон. Примерно так. Вы ничего не знаете. Как хотите. Это я сейчас шучу, конечно. Но сейчас она расскажет сама. Спасибо. Вот, обратите внимание. Всегда хозяйка гостю сразу наливает чай. Всегда. Здравствуйте. Меня зовут Райхона Шпулатова. Я работаю гидом уже с 2002 года. То есть пошла работать гидом по стопам отца. Мой папа, Шурбой Шпулатов, больше 40 лет работал в туризме. Был гидом с имецким языком. Ездил на маршруты по всему Узбекистану. Так что вот, как говорят у нас здесь на востоке, от Акасп. Пошла по стопам отца. Гости, которые приезжают в Узбекистан, не уезжают отсюда, не попробуют самаркандского плова. Ведь даже у нас есть такое выражение, что Узбек рождается с пловом и умирает с пловом. Вот в семье ребенок родился, приглашаешь большое количество гостей, родственников и варишь самаркандский плов. Не дай бог, кто-то скончался, на третий день на похоронах тоже варишь плов. Так что это блюдо считается нашим коронным блюдом. В народе говорят, что рецепт плова много веков назад дал Абу Алия Бенсина. Это наш великий врач Авиценна. И с каждого ингредиента он берет по первой букве и название этому блюду дал Ош Паллов. Вот Ош Паллов. Состоит это слово из семи букв. Это семь ингредиентов, которые мы добавляем в плов. А ингредиенты это масло, мясо, репчатый лук, морковь, рис, нут и специи. И вот самаркандский плов, конечно, во всех регионах есть свои изюминки на плов, но самаркандский он отличается тем, как подают его, смотрите, все слоями. Слой риса, слой моркови, морковь обязательно желтая и мясо. Мясо может быть говядина или баранина. И варится он на двух видах масла. Это на хлопковом масле и на кунжутном масле. Итак, мы с вами на площади Диригистан, которая считается сердцем Самарканда, центром старого города, но и символом всего нашего государства. В далеком 14 веке при правлении Самаркандом Амера Тимура эта площадь стояла огромным центральным базаром. Этих мадреса Амер Тимур здесь никогда не видел. Самая первая мадреса была построена уже при его внуке Улукбеке, который 40 лет после смерти деда Амира Тимура был правителем Самарканда. Так вот, Регистан – это центр великого шелкового пути. Здесь, на Регистане, много веков назад встречались восток и запад. Они доходили до Регистана, обменивали своими товарами, переговоры свои совершали и могли опять расходиться. не обязательно нужно было 12 тысяч километров делать в одну сторону, а потом в другую. Место встречи бы – площадь Регистана. Через 200 лет после постройки мадреса Улукбека на Регистане строят второй мадреса. Мадреса называется Шердор. Его строят Марсамарканда Ялангтуш Бахадур, который был из племени Аштарханидов. Название мадреса получил от этого рисунка Шердор, что означает в переводе с узбетско-партийского языков, имеющий тигров. Обратите внимание, под тиграми в ромбике очень похожий знак, который прям как свастика фашистская. Это древний Зороастрийский знак. До прихода арабов у нас здесь была религия Зороастризм. Жили огнепоклонники. В Зороастризме, как вы знаете, этот знак имел четыре палочки, потому что они поклонялись огню, воде, земле и воздуху. Когда сюда приходят арабы в 712 году, начало 8 века, берут этот Зороастрийский знак, добавляют в него еще несколько палочек и исламизировали его, написав слово Аллах четыре раза. Сейчас представьте, вот как четыре буквы ша. Аллах, 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 еще раз Аллах. И светло-голубым вокруг четыре раза написано Мухаммад, имя пророка нашего. Ирина. Ну что, как вам, Райхон? Скажите же, классная, правда, да? Я очень Райхон люблю, она совершенно замечательная и очень красивая, правда? Это один из моих любимых гидов по Самарканду. Надеюсь, вам было интересно. А если так, тогда ставите лайк, подписывайтесь на этот канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о следующих выпусках. Я сейчас в старом городе Самарканда, в старой Махале, в одной старой Чайхане. Туристов сюда не водят. Туристы у вас здесь бывают? Да? Часто бывают? Говорят, туристы бывают. Я не видела, при мне не было. Путешествуйте со вкусом и в хорошей компании. А у меня на обед Лагман, самый лучший в Самарканде, говорят. Проверим. До встречи в новых выпусках и рекомендациях Ютьюба. Пока!